Сухопутные линкоры Между ними произошло своеобразное распределение ролей. Легкие маневренные танки сопровождали в бою пехоту, а громадные сильно вооруженные мастодонты сокрушали вражеские укрепления. Конструкторы стремились делать танки прорыва, возможно, более длинны, чтобы преодолевать широкие окопы и рвы. Огневые точки врага подавлялись многочисленными пушками и пулеметами. Типичным представителем этого вида броневых машин стал многобашенный «Индепендент», построенный англичанами в 1926 году. Он весил 34 тонны, нес 57-мм пушку в главной башне и по одному пулемету в каждой из четырех башенок, расположенных впереди и сзади. Многобашенные танки строили и в других европейских странах. Но дальше опытных образцов дело не пошло, и в межвоенный период армии Англии, Франции и Германии так и не получили гусеничных многоглавых броненосцев. Иначе обстояло дело в СССР. Подобные машины несли службу в отдельных частях РККА и назывались танками дальнего действия или дальней поддержки пехоты. Первым из них стал трехбашенный Т-28, сконструированный и принятый на вооружение в 1933 году. Т-28, средний танк, боевая масса 25,4 тонны, длина корпуса 7,4 метра, толщина лобовой брони 30 миллиметров, двигатель карбюраторный, мощностью 500 лошадиных сил, скорость до 45 километров в час. Вооружение. Одна пушка калибра 76,2 миллиметра. Четыре пулемета калибра 7,62 миллиметра. Экипаж 6 человек. Прототипами Т-28 стали английские «Индепендент» и «Викерс» 16-тонный. Однако Т-28 можно считать машиной отечественной разработки. Слишком отличалась она от английских. Подвеска, трансмиссия, корпус и башни Т-28 имели оригинальную конструкцию. Коллективом инженеров, которые трудились над созданием советского многобашенного танка, руководил Семен Гинзбург. Гинзбург Семен Александрович. Советский конструктор бронетехники. Годы жизни 1900-1943. Родился в Луганске. Окончил военно-техническую академию имени Держинского. Работал на ленинградских заводах. Погиб во время боев на Курской дуге. Главным оружием Т-28 была 76-мм пушка, размещенная в центральной башне. В двух других устанавливались только пулеметы. Было мнение, что двухбашенный танк может вести одновременно борьбу с несколькими целями. И одновременно по одной цели. И вероятность поражения этих целей, естественно, будет повышена. Новый танк понравился советскому военному руководству. 11 августа 1933 года машина была принята на вооружение Красной Армии. Т-28 выпускался в течение следующих семи лет и постоянно модернизировался. Усиливалась броневая защита. Улучшалась трансмиссия и ходовая часть. Мощнее становилось вооружение. Всего было выпущено 523 танка Т-28 различных модификаций. Еще более мощным танком прорыва стал Т-35. Этот сверхтяжелый, непотопляемый дредноут с универсальным вооружением должен был взламывать любую, даже самую неприступную оборону. Первые образцы Т-35 начали поступать в части резерва Главного командования Красной Армии в 1934 году. Пятибашенные гиганты были предназначены для качественного усиления общевойсковых соединений при прорыве особо сильных и заблаговременно укрепленных оборонительных полос противника. Т-35. Тяжелый танк. Боевая масса 50 тонн. Длина корпуса 9,7 метра. Толщина лобовой брони 50 миллиметров. Двигатель. Карбюраторный. Мощностью 500 лошадиных сил. Скорость до 30 километров в час. Вооружение. Одна пушка калибра 76,2 миллиметра. Две пушки калибра 45 миллиметров. Шесть пулеметов калибра 7,62 миллиметра. Экипаж 11 человек. В 30-х годах танк Т-35 был наглядным воплощением могущества Красной Армии. Его с гордостью демонстрировали на военных парадах. Наличие такой исполинской машины доказывало и возросшие возможности советской промышленности. Выпуск многобашенных бронированных гигантов требовал развитой металлургии и тяжелого машиностроения. По мощи вооружения Т-35 был равен одному среднему и двум легким танкам. Машина могла рассредоточить огонь вперед, назад и по сторонам. Для борьбы с пехотой в глубине обороны противника такие возможности были неценимы. Практическая эксплуатация с ростом брони других машин противника, с невозможностью установки пушки большего диаметра и большего калибра, а под эту пушку нужен больше погон башни, включила возможность применения этих машин в дальнейшем их развитии. Т-35 выпускался в нескольких модификациях. Менялись очертания лобовых элементов корпуса, типы и калибры орудий. На базе танка конструировались экспериментальные самоходные установки Су-14-1, Су-14-2. Но самый главный результат постройки этого гиганта – производственный опыт. Советская промышленность доказала, что ей по плечу создание тяжелых и сложных боевых машин. В 1939 году выпуск танка Т-35 прекратили. К этому моменту из заводских цехов вышла 61 машина. Настоящей проверкой боеспособности советских многобашенных танков стала Советско-финская война 1939-1940 годов. Боевые действия развернулись в суровых зимних условиях, при отчаянном сопротивлении противника. Войскам Красной Армии пришлось штурмовать линию Маннергейма – хорошо подготовленную оборонительную полосу на Карельском перешейке. Она протянулась на 135 километров в длину и 90 километров в глубину. Линия Маннергейма изобиловала минными полями, рядами колючей проволоки, противотанковыми рвами, железобетонными огневыми точками и огромными гранитными надолбами. Естественные препятствия – леса, болота, реки с крутыми берегами, каменные глыбы – умело сочетались с искусственными. Оборона финнов казалась неприступной. Тяжелые танки Т-35 на фронт не попали. Почти все они находились в Киевском военном округе. Средние танки Т-28 в составе двух танковых бригад приняли участие в боевых действиях на Карельском перешейке. Здесь выявились все сильные и слабые стороны конструкции многобашенной машины. При боевом испытании вот этих вот танков, боевое испытание произошло во время зимней войны с Финляндией, значит, оказалось, что многобашенная конструкция, она неэффективна, эта конструкция. Потому что танк, хоть и считается оружием универсальным, но одновременно много целей на поле боя поражать он не может. Т-28 за счет большой длины корпуса успешно преодолевал противотанковые рвы. Огнем свои пушки подавлял вражеские доты. Главным препятствием для танка стали гранитные надолбы. Пройти их танк не мог. Приходилось расстреливать их из орудий или подрывать с помощью саперов. Слабой оказалась бронезащита Т-28. Потери от огня финской противотанковой артиллерии были очень высоки. Снаряды 40-мм пушек легко пробивали лобовую и башенную броню. Поэтому Т-28 стали экранировать, защищая дополнительными броневыми листами. Во время советско-финской войны массивным танкам прорыва приходилось брать на себя задачу поддержки пехоты в наступлении. Гусеницы этих машин прокладывали в снегу глубокую колею. В ней за танками следовала пехота, которая таким образом укрывалась от вражеского огня. При этом механикам-водителям Т-28 было запрещено включать задний ход. Иногда к танку крепились бронированные сани-волокуши. В них размещались 4-5 бойцов. Остальные следовали за танком по снегу. Т-28 показал хорошую живучесть. Поврежденные в бою танки быстро восстанавливались прямо на фронте силами ремонтных бригад. Некоторые машины за время конфликта возвращались в строй по 3-4 раза. Т-28 и Т-35 типичные представители семейства многобашенных гусеничных машин. В 20-30-х годах они казались очень перспективным видом оружия. В Советском Союзе таким супертанкам уделяли больше внимания, чем в какой-либо другой стране. Они столь зримо воплощали силу Красной Армии, что их боевые возможности даже не подвергались сомнению. Изображение многобашенных танков можно было встретить на многочисленных картинах и плакатах 30-х годов. При оформлении облика медали «За отвагу» использованы контуры Т-35. Многобашенные танки прорыва не оправдали возлагавшихся на них надежд. Гораздо более удачным стал тяжелый КВ – танк «Клим Ворошилов». Рассказ о нем в следующем фильме «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok